Вдохновляющий визит в областной центр приехала певица и общественный деятель Диана Гурцкая. Первым делом она отправилась в школу-интернат для слабовидящих детей. Осмотрела помещение, учебные кабинеты, пообщалась с детьми. Осталась в восторге, рассказывает, сама училась в такой же школе, но в Тбилиси. Там все было гораздо проще. Я когда начинала, даже я мечтать не могла о многом, то, что есть на сегодняшний день. О доступной среде, о инклюзивном образовании, о том, что... Безусловно, я мечтала, то есть я мечтала идти на сцену, петь на сцене, заниматься творчеством. Но это невозможно было буквально лет 20 назад, это было немыслимо. Сейчас времена изменились. На творческую встречу с гостей собрались все ученики школы. Задавали вопросы по работе и личные. Диана отвечала каждому. Если даже нам с вами что-то сложно, это не потому, что нанос черные очки, а в жизни у каждого человека есть некие такие моменты сложные. Мы не должны бояться, мы такие же, как и все люди. Мы так же радуемся, мы так же смеемся. Цель таких визитов настроить детей на позитив. Диагноз, каким бы он ни был, не повод опускать руки. Всего можно добиться упорством и трудом. Безусловно, зимняя сказка, это чудесно, это здорово. И мы верим в чудеса, и все ваши мечты исполнятся обязательно. Но вот я не хочу вас отпускать со сцены, потому что нам легко, когда мы вместе. Дети с ослабленным зрением и тотально незрячие в этом учреждении и учатся, и живут. Поэтому все они как семья. Ровно как семьей должны считать себя все люди с какими-либо ограничениями здоровья. Я думаю, что Диана приехала сюда, чтобы показать нам то, что кроме других предметов есть музыка. И так как мы плохо видим, мы должны заниматься ей больше. В плотной программе дня Диана Гурцкая выделила на интернат всего 40 минут. А провела здесь гораздо больше времени. Не смогла отказать себе в общении с детьми. Да и им такие встречи только на пользу. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.